На дворе ранее утро в городской поликлинике Черкеска уже собралась очередь в процедурный кабинет. Все эти люди пришли сделать прививку от гриппа. Среди них и 70-летний Геннадий Ромах. Мужчина не первый год проходит сезонную вакцинацию, и даже пандемия коронавируса не смогла внести коррективы в устоявшийся процесс. Я постоянно, каждый год прихожу, принимаю. Эффект есть в том, что мы с супруга заметили, что мы простудными намного-намного меньше болеем. Не стоит забывать, что штаммы гриппа ежегодно мутируют. Поэтому и вакцина для прививок также ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Особенностью текущего эпидсезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции. Поэтому стоит серьёзнее отнестись к привычной прививке. Проходят очень активно. Даже, мне кажется, не нужно ни рассказывать, ни объяснять, что они прекрасно понимают, зачем они идут, прекрасно понимают, для чего они идут. Переносится вакцина довольно-таки хорошо. Но те, которые один раз сделали, они уже каждый год приходят и прививаются. Но прививаться нужно обязательно, потому что риски заболеть вирусными заболеваниями намного меньше становятся, чем без прививания. Антигриппозная вакцинация по традиции стартовала в сентябре. Сделать прививку можно и позже. Однако стоит учесть, что вакцина не оказывает мгновенного действия на ваш иммунитет. Поэтому обращаться за уколом в разгар эпидемии гриппа будет бессмысленно. Организм испытает лишь дополнительные нагрузки. Поэтому медработники призывают жителей республики как можно скорее сделать прививку. В настоящее время у нас параллельно идет вакцинация и против коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому пациентов предупреждаем. Разница между этими двумя прививочками 30 дней. Не важно, какую первую. Не важно, какую. С учетом того, что вакцинация от гриппа кратковременная, она проводится быстро. Все-таки лучше от гриппа сейчас привиться. Через 30 дней от коронавирусной инфекции. Вакцинацию от гриппа можно пройти бесплатно в рамках государственных программ. В любой поликлинике можно сделать прививку после обращения к терапевту или дежурному врачу. Бесплатная вакцинация продлится до декабря 2021 года.